Буквально за одно утро жизнь многодетной семьи Васильевых изменилась на до и после. В одночасье пожар забрал у них дом, в котором они жили. Больше всего пострадал Алексей, глава семьи. Мужчина пытался остановить огонь и достать из горящего дома документы. К сожалению, не удалось. Сейчас находится в ожоговом центре. Дочери навещают его, но из-за пандемии прямой контакт с пациентами запрещен. Очень хочется пойти к нему в палату, с ним посидеть рядышком, его обнять охотой. Просто вот это окошко, это не то. Прямо охота к нему взять, пойти и сесть с ним, посидеть на него, посмотреть. Вот так теперь выглядит дом Васильевых. Под его крышей они прожили семь лет. Пожар произошел рано утром, пока все спали. Татьяна вспоминает этот день, как страшный сон. Прилетел в окно камень. Муж спал в зале, он подорвался. Что случилось? Ему сказали, а я здесь как бы спала, ничего не слышала. Залетел мужчина, стал кричать, кто дома есть, где дети. Проходящий мимо мужчина вытолкнул Татьяну в окно. На тот момент в доме находились трое. Женщина признается, она как чувствовала, дочерей отвезла к бабушке. Накануне злосчастного вечера Василий вытопили баню. Очаг возгорания как бы от бани, ну что от бани, может опилочка попала. В МЧС предполагают, что возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пламя уничтожило надворные постройки, полностью сгорела баня, от дома остались только стены. Вся одежда, бытовая техника и мебель сгорели. Дети временно живут у бабушки, Татьяна перебивается у соседей. Нужно жилье недалеко от нашего дома, чтобы я была постоянно на связи. Мне нужно собраться вместе с детьми в одну кучку, и чтобы было нам куда потом отца привезти и ухаживать за ним. Семья остро нуждается в детских вещах, обуви, бытовой технике, ведь спасти ничего не удалось. Если у вас есть возможность помочь пострадавшим, звоните по номеру, который вы видите на экране. В этой ситуации пригодится любая помощь. Мария Микшута, Николай Шелко, День с толком.